допустим мы играем в какую-то командную игру и нам в процессе игры нужно бросать кости чтобы определить там в игре какие-то параметры бросить кости вот видно что у нас выпадают разные рисунки здесь как это сделать ну вот у меня такая идея значит нужно сделать столько слайдов сколько у нас картинок должно изменяться хочу подчеркнуть что не обязательно это должны быть кости возможно здесь ну там любой текст или рисунки но нужно сделать слайдов столько сколько у нас вот этих вариантов ну и к сожалению без написания кода не обойдется поэтому нам нужно панель разработчик как ее найти нужно выбрать файл параметры и здесь есть настроить ленту и вот разработчик у меня он включен потому что я им пользуюсь теперь перейдем в разработчик и посмотреть код нам нужно написать макрос в модуле как добавить модуль нужно вы правой кнопкой щелкнуть insert и модуль выбрать дальше наш макрос будет называться play и будет вот это заклинание состоять из раз два три четыре пять строчек сначала мы должны определить переменную в которую мы запомним количество слайдов в нашей презентации для чего это нужно сделать чтобы потом мы могли добавлять нужные слайды без изменения кода затем мы включаем генератор случайных чисел генератор в visual basic сгенерирует дробное число а нам нужно целое кроме того мы должны не показывать начальный слайд с обложкой то есть вот обложка не должна участвовать вот в этом мероприятии поэтому могут используем такую формулу ну и в конце мы должны перейти на слайд с номером x который нам сгенерирует датчик случайных чисел ну и вот теперь посмотрим можно ли добавлять сюда новые слайды без изменения кода создать слайд сюда добавим рисунок четверку например так и теперь нам нужно скопировать кнопку control c control в значит при нажатии на кнопку происходит запуск mac macrosoplay который мы создали раньше ну и вот теперь посмотрим что у нас получается бросить кости вот как раз выпадать четверка то есть то что мы дописали включилась в нашу работу ну вот надеюсь информация была полезна на этом спасибо стоп